В Австралии задумали убить 2 миллиона кошек. Вся страна против зверей из жизни. Полночь 2, 3 мая 2019. Настоящие садисты в Австралии задумали убить 2 миллиона кошек. Вся страна против. Сотрудник Организации охраны дикой природы Австралии. Фото. AustralianWildlife.org Для одних они милые и пушистые домочадцы, для других враг, угрожающий балансу природы. Последние и начали геноцид к 2020 году. Власти Австралии планируют убить 2 миллиона диких кошек. Что заставило политиков и экологов пойти на радикальное решение и как с ними пытаются бороться в материале ленты.ру. Недавние новости о том, что австралийцы жестоко и беспощадно борются с кошками, шокировали мировую общественность. Но несмотря на восклицание правозащитников, правительство страны четко обозначило свою цель. К 2020 году должно быть уничтожено 2 миллиона диких кошек, что составляет значительную часть всей кошачьей популяции континента, которая, по разным оценкам, колеблется от 2 до 6 миллионов особей. В некоторых районах Австралии борьба с кошками приняла откровенно садистские черты. Так, в северо-восточном штате Квинсленд власти выдают вознаграждение в размере 10 долларов за скальп дикой кошки. Но надо отметить, что ненавистью к кошкам отличился не только зеленый континент. В соседней Новой Зеландии известный защитник окружающей среды Гарет Морган предложил концепцию будущего, в котором нет места кошкам. В его новом идеальном мире популяция домашних и диких котов либо жестко контролируется, либо уничтожается вовсе. Сами по себе австралийцы ничего не имеют против милых домашних питомцев. Но дикие кошки, рожденные на свободе или просто брошенные своими хозяевами, представляют большую угрозу для других животных. Специалисты посчитали, что одичалые кошки убивают 75 миллионов особей диких животных каждую ночь по всей Австралии, включая птиц, лягушек, мелких млекопитающих и рептилий. Статистика впечатляет. Каждый год жертвами кошек становятся 316 миллионов птиц и 596 миллионов рептилий. Из-за диких кошек также не получается восстановить вымирающие разновидности. Когда люди искусственно заселяют определенные территории животными, кошки начинают охотиться на редких зверей и убивают их. Они стали причиной вымирания нескольких видов сумчатых животных, а также уникального вида птиц райского попугая. Дикая кошка на западе Нового и Южного Уэльса, Австралия Фото, Universal Images Group, Oscape, Diomedia. 1.2. Безусловно, австралийские колонии диких кошек появились не сами по себе. Рост их популяции в первую очередь лежит на совести людей, которые бросают своих домашних нестерилизованных кошек или позволяют им бродить по улицам без присмотра. Согласно исследованиям, 13% австралийских кошек произвели потомство до стерилизации. К сожалению, не всех котят удается пристроить в домарк любящим хозяевам. Одни попадают в переполненные приюты, где их через некоторое время усыпляют, другие присоединяются к колониям диких кошек. В Австралии кошек делят на три группы – домашние, беспризорные и дикие особи, которые выживают без какой-либо помощи со стороны человека. Они то и являются главной целью правительства для сокращения или полного уничтожения. Дикие кошки, безусловно, оказывают губительное воздействие на окружающих их мелких животных. Но не стоит полагать, что домашние кошки, которые гуляют сами по себе, не представляют угрозу птицам и маленьким ящерицам. У них отлично развиты охотничьи инстинкты вне зависимости от того, насколько хорошо их кормят дома. Их хозяева, конечно, отрицают это и не могут назвать точное количество животных, которых убивают их пушистые домочадцы. Исследования показывают, что люди видят лишь 23% от общего количества жертв, павших от кошачьих зубов и когтей. Дикие кошки – это обычные домашние кошки, которые вынуждены жить на улице и охотятся ради выживания. По словам национального комиссара по исчезающим видам Григори Эндрюса, с тех пор как кошки приехали в Австралию с европейскими переселенцами, они уничтожили около 20 видов млекопитающих. Он утверждает, что этот факт делает кошек самой большой угрозой для таких видов животных, которые характерны только для Австралии. Комитет овцеводов. Несмотря на то, что это решение было принято ради сохранения природного баланса, план правительства подвергся критике со стороны защитников природы. Эколог из Университета Дикина в Австралии Тим Дайерти согласен с тем, что дикие кошки наносят непоправимый урон животным, характерным только для Австралии, но считает, что решение об уничтожении такого большого числа особо основано на неточных данных. В то время, когда была установлена цель, в 2015 году, мы фактически не знали, сколько точно диких кошек было в Австралии, констатировал Тим Дайерти, добавив, что по некоторым данным это число составляло тогда 18 миллионов, что является грубой переоценкой. Другой проблемой является то, что простое убийство кошки не обязательно спасет жизнь птицам и млекопитающим. Кошка должна жить в районе, где существует реальная угроза выживанию конкретного вида. Поощрения за убийство кошек также должны быть сосредоточены в нуждающихся в этом районах. Сотрудник Организации охраны дикой природы Австралии в фото australianwildlife.org 1-2 Знаменитый британский певец Мориси назвал действия австралийского правительства идиотизмом. «Мы все знаем, что идиоты правят землей, но идиотизм заходит слишком далеко», заявил Мориси в 2015 году. Кошек, которые держат популяцию грызунов под контролем, будут убивать свирепым образом, используя соединения, которые являются мучительным ядом, несущим невообразимые, длительные и ужасные страдания. Народ Австралии никогда бы не согласился с этим, но, конечно, с ним не посоветовались, потому что правительство Австралии, управляемое Тони Аббатом, по сути является комитетом овцеводов, которые не заботятся о благополучии животных или уважении к ним. Известная французская актриса Бриджит Барда написала открытое письмо федеральному министру по охране окружающей среды Австралии, наполненное гневными словами, «Этот геноцид животных бесчеловечен и нелеп». В дополнение к жестокости, убийство этих кошек абсолютно бесполезно, так как остальные будут продолжать размножаться. Ваша страна запачкана кровью миллионов невинных животных, поэтому, пожалуйста, не добавляйте кошек в этот болезненный список.